Кто это тут наволочку на пол бросил? Надо поднять её. Всем привет. Я помню, как-то смотрела какую-то передачу про жизнь какой-то звезды. Честно говоря, не вспомню, какая передача и какой звезды. Но суть была такова, что там показывали её дом, как она живёт, её мысли, её покупки. В общем, в период ещё, когда влогов, наверное, не было. И я такая смотрю и думаю, вот, блин, у неё спортзал дома, у неё бассейн дома. Чё ж она такая страшная? Вот, типа, мне бы её возможности. Я не знаю, почему сегодня утром, когда пила кофе на террасе, посмотрела на свой бассейн и вспомнила про эту передачу. И подумала, может быть, есть какой-то, когда-то смотрят мои влоги и думают, если бы у меня был бассейн, я бы не была такой жирной и углеводно настроенной. Поэтому нашла гантели. Это ещё как бы нормально. Это покусанная Джеймсом, но от этого её, как бы, возможности не меняются. То же самое я сделала. Ай, сейчас я уплыву. Сделала то же самое с ногами. И что я делаю? Хожу. Вот так. Быстро. В воде нахожу. Сейчас я вам покажу кое-что, что я нашла в магазине Жефи. И планирую это купить дочке. Смотрите, 12 евро всего лишь стоит. Вот такие вот палки для конструкции. Они, видимо, каким-то образом там соединяются. Я, честно говоря, не знаю как. Но я думаю, что весьма, ну, легко будет ей конструировать это. Смотрите, здесь можно и туннель сделать, и какую-то игру даже. Видите, и ракету можно построить. Я не знаю, надо посмотреть, сколько их. 44 палки там получается, да? И 24 вот таких вот шарика. Слушайте, нормально, за 12 евро это. А сейчас покажу почему. Потому что в настоящее время она прям вот только этим и занимается. Смотрите, вот здесь она что-то построила. Это у нее магазин такой из стульев какого-то старого. Там ящика, да, шалаш такой построила. Я ей простыней кучу отдала. Старый коврик, видите, сверху вот этот вот голубенький. Это старый коврик для йоги, тоже ей отдала. Сейчас еще покажу. А это вот так ее комната выглядит. Это не то, чтобы бардак, это... Леночка, ты где? А, ну, можно поснимать там что-то где-то именно. Вот это с котиком, да? Да. Ага. Ну, вот она строит... Я так думаю, о, котик. Не выпускать его? Открыть ему дверь или нет, Лен? Котику дверь открыть или нет? Нет. Котик. Тебя убедил? Иди, она тебя зовет внутрь. Я все в этой жизни могу понять, легко адаптируюсь ко всем начинаниям. Но когда люди сидят и смотрят, как играть в игру, вот это я не могу понять. Ну да, потому что там играют не на PS4, а на PS5. Вот. В чем прикол? Этот тоже стоял час, смотрел, как играть. Дальше. Кофейная машина начала гореть желтым цветом. Это значит, она нуждается в чистке от известкового налета. Я залила уксусом. И самое интересное, мы эту машинку поставили буквально месяц назад и уже нуждаются в чистке. Почему? Потому что мы употребляли обычную воду из крана. Поэтому, а не бутылизированную. Вот видите, как это влияет. Заодно и чайникик свой тоже решила почистить. Я сейчас чая не так много пью, но почищу все равно. Кстати говоря, помните, я пару дней назад буквально купила вот этот вот чай. Называется Crazy Mahito. Я, честно говоря, рассчитывала иметь вкус, ну, как минимум мятный, знаете. Или даже быть точнее, я думала, что будет такая холодная мята. Я покупала как-то в казино. Вообще какой-то очень недорогой чай. Назывался Мракешская мята. Блин, вот там он прям такой вкусный-вкусный чай. Прям со вкусом мяты такой, но без сахара. Потому что я знаю, что в Марокко очень часто пьют этот чай, но и с сахаром. И поэтому он прям приторно-сладкий такой получается. А этот вот прям как надо. Его можно и холодным пить, и не холодным. Но я посмотрела состав и поняла, что он как бы не совсем чай. Потому что такой яркий выраженный вкус мяты холодный. Вот. Но здесь, думаю, в биомагазине же купила. И все оказалось правильно. Только вкус мяты здесь как бы не очень. И он вообще красного цвета. Поэтому надо смотреть состав, а не название. Потому что когда я посмотрела состав, оказалось там яблоко находится. Ибискус. Это красный вот этот цветок. Ну, я понимаю, что красный этот чай, да? Мяты всего лишь 11% здесь. Мюх био, это красные ягоды, ежвика, да? Вот что такое конирадум био? Тоже не знаю. Натуральный аромат мохито всего 6%. И даже щикуре там есть. Вот. И даже немного апельсина. Короче, все что угодно. Но только вот мохито это не смахивает. Смотрите, я вам покажу. Он прям красный становится. То есть я рассчитывала, что он будет зеленым цветом. Оп. А он потихонечку, потихонечку выходит из тумана. И становится красненьким, прекрасненьким. Смотрите, прям красный чай такой. Так что, блин, все не совсем так, как виделось. А я налила себе чая. И села разбираться, каким образом работают отложенные посты. То есть, да, чтобы их заранее как бы все спланировать. Там на неделю, на месяц, например. И чтобы они сами выкладывались в Инстаграм и в Фейсбук. Потому что я знала, что в своей работе рано или поздно я к этому приду. Но я думала поздно и не думала, что рано. А вот наступил тот момент, когда я начинаю путаться уже. Кому я выставила пост, кому нет. Поэтому мне обязательно нужно разобраться с этой программой до того, как я уйду на работу. У меня что, надо фотки перенести с телефона. Оказалось, у меня 2173 фотки в телефоне. И это, учитывая то, что я удаляю фотографии. Очень много удаляю. И это получается, я за последний месяц вот нафотографировала. Вот это да, сижу, работаю. И здесь вот это подключение аккаунтов делаю. Уже сколько, полпятого вечера я делаю это подключение аккаунтов. Думаю, там столько мороки. И вдруг с неизвестного номера кто-то звонит. И думаю, ну, наверное, Инстаграм, чтобы подтвердить, что это я все это подключаю. Вот так вот, потому что, ну, слишком много неясных вопросов. Вот там, мадам Хэйну, да. А, это секретарь вашего доктора, там, ла-бла-бла, он получил ваш анализ. Вам срочно нужно прекратить пить противозачаточные таблетки. А, я говорю, что же мне надо делать? Ну, давай, мы вам можем предложить там различные другие варианты. Все другие мы уже пробовали. У меня остается единственный вариант. Это мужик себе не подпускать вот так вот. Ну, что ж, раз доктор сказал, то... Значит, он мне сказал, вот это уже надо допить. Мне там неделю осталось. Что они со мной дальше будут делать, я не знаю. Уж ничего не помогает мне, понимаете? Ну, как не помогает? Мы ставили... Это между девочками. Если вы парень не смотрите это, то перелистывайте там на минутку где-то вперед, потому что немного лично. Мне ставили спираль. И вот эта вот спираль на протяжении года... Я все ждала, когда у меня что-то нормализуется. Ничего не нормализовалось. Я теряла столько крови, что у меня просто анемия уже началась. И мухи. В общем, это мне не подходит. Получается, таблетки нужно срочно прекратить пить, потому что анализы не очень хорошие. Но я так и подозревала, если честно. Ну, были на то причины свои. А что другое? От другого все, что с... Даже противоаллергенные тоже не помогают. У меня начинаются аллергии. В общем, не знаю я, как мне предохраняться. Единственный способ это... Муж, чтобы предохранился. Такое же существует. Какую-нибудь таблетку пусть ему дадут. А что, собственно говоря, я должна пить какие-то таблетки непонятного качества, непонятного рода? Если такая фигня. Пусть он выпьет какую-то таблетку, и все. И не беременеет меня. А то, видишь ли, на Пена придумывали кучу всего для женщин. Пусть мужчины тоже справляются. Я как бы же не одна в этом деле участвую. Пусть он тоже. Кстати говоря, помните, он говорил, что я не буду продлять контракт с сушибаром, потому что... Ну, есть на это много причин. Ну, во-первых... Я не знаю, я очень сильно расстраиваюсь, когда я чувствую себя официанткой. То есть я по своей натуре не официантка. Я могу прислуживать супругу своему, но людям очень тяжело, по-честному. Не знаю, чем это объяснить и как. Ну, в общем, тяжело достаточно. Следующее. Это то, что чем больше я работаю на этой работе, тем больше шансов у меня остаться работником сушибара по той простой причине, что все больше и больше людей узнают о тебе как о работнике сушибара. Понимаете, о чем я говорю? То есть и ты потихонечку на себя принимаешь эту роль, и ты становишься ею. Но несколько дней назад, и это уже не первый случай, начали приходить люди к нам в бар, которые искали работу официантки. Вот, можете себе представить? Работу официантки пытались. И я говорю, ну, типа, оставьте ваше резюме, там, и прочее. Дальше круче. В эти выходные мы пригласили мальчика в гости, и его мама, она работала на круазет до какого-то момента. Так вот она сказала, вы там нигде не слышали, у вас в деревне, типа, нет где-нибудь местечка официантки? О как! То есть, я так понимаю, что сейчас очень трудно найти работу, и, может, я этим зря думаю закончить контракт. Ну, хотя, в принципе, до конца июля еще есть время поразмышлять, поэтому иду сейчас как солдат выполнять свои обязанности, ну, и поразмышляю чуть позже. Даже не было свободной не то что минуточки, секундочки. Я как только зашла сегодня в бар, я еще подумала, знаете, о чем. Каждый раз, когда я пытаюсь сделать что-то большее, ну, планирую какую-то фигню сделать в баре, и получается, у меня совершенно нет времени заказа за заказом, заказа за заказом. Сегодня дошло до того, что у Тины просто закончился рис. Обычно его так много, что он на мне ведро отдает домой. А тут просто закончился, она сказала, мы больше не можем брать заказы. И получилось так, что все заказы, которые мы брали, закончились именно на последней рисинке. Такое бывает редко. Вот, но я не первый день уже планирую разобрать там в шкафу в одном, где бокалы всякие, ну, для террасы предназначено, потому что у них там не очень, как бы, порядок такой. И вот я уже сколько дней пытаюсь это сделать, и как только я начинаю там разбирать, начинается работа. Я уже прямо, знаете, говорю, вот сегодня зашла, говорю, вот смотри, так же сработает или нет. Вытащила стакан и сложила их в посудомоечную машину, и все. Пошли заказы с заказом. Ну вот, и время как бы прошло быстро. Мне тут муж фотографию прислал, не фотографию, а бумажки какой-то. Там написано, здравствуйте, мило, у меня к вам коммерческое предложение. Там сидела, говорит, и ты взял такую бумажку. Он говорит, к тебе мужчина приходил домой. Я говорю, как приходил. Прямо к нам домой, что ли, приходил? Ну, Дуа приходил, поговорил со мной, просто не знал, как с тобой связаться. Как он меня нашел? Говорит, влоги смотрит. Ну, какие влоги, если я сам француз, а я на русском влоге веду? Короче, ничего не понятно, но интересно. Мужчина приходил, оставил листочек, сказал позвонить. А, сходить к нему. У него... Он фермер, производит сыр козий и там и прочее. И вот ему нужна вот помощь. Знаете, о чем я подумала? То, что он ко мне именно домой пришел, у меня это, как бы, конечно, спутило. Потому что ко мне уже приходили домой. Серьезно, приходила одна женщина ко мне домой. Она, типа, влоги мои смотрит и поняла, где я живу, и поэтому пришла ко мне в гости. Вот. Ребят, вы когда в гости ко мне приходите без приглашений, учитывайте, пожалуйста, что Джеймс только на видео. Хороший и только со мной, с моими детьми. Другим людям, может быть, не рад. Поэтому давайте приходить в гости как-то по списку и по предварительному соглашению двух сторон. Вот. Ну, в общем, мужчина приходил, ему помощь нужна. Я говорю, так может, я такая уже стала популярной в нашей деревне, пару инстаграм-страничек открыла, так теперь ко мне уже люди домой приходят просить моей помощи. Вот давайте вот этим я предложу завтра. У нее просто такие платья шикарные всегда здесь. Я ей завтра предложу тоже в нашей деревне. Так что, ребяточки, кстати, да, спасибо большое тем, кто отметил, когда я сделала вот прошлое видео мое про то, что мы потеряли и что мы приобрели во время карантина. Некоторые даже отметили, что, мол, я не учла в этих десяти пунктах то, что во время карантина я еще обучалась. Это правда. Я очень много обучалась, я прошла несколько курсов по фотографии, по маркетингу. И сейчас я еще, ну, я еще думаю это, потому что мне почему-то кажется, что тех вещей, тех знаний, которые я получаю с российских курсов различных, мне хватит и мне не нужно проходить французскую официальную школу по маркетингу, по интернет-маркетингу. Хотя, ого, какой жучища. Видно? Какой жесть. Пуф, вот это ты жук даешь. Ты, блин, птица, а не жук. Иди домой. Упал. Живой? Бедненький. Упал. А то хорошо лета, смотри. Что было при жук? Ой, жука, жук. Ой, жук, малины испортил. Забыла, что говорю. А, ну вот, и да, что я курсы еще прошла, и школа маркетинга во Франции. Я, честно говоря, просто не могу понять, чему они могут меня обучать на протяжении двух лет. Просто мне кажется, что... Вы знаете, для сравнения, вот я специально сделаю видео. Я прошла платные курсы по маркетингу, особенно по инстаграму в французской интернет-среде. Как же называется этот сайт, где я взяла? Udemy. Udemy. Там очень много различных штук. Мне кажется, он в России даже работает. Вот. То, что я прошла там, и потом я прошла за меньшую плату на российских ресурсах, так вот, российские ресурсы, ну, просто в разы выигрывают по количеству, качеству информации, которую дают. Только после того, как я прошла именно русские курсы, я почувствовала в себе силу и уверенность в том, что я действительно могу взять и помочь тем людям, которые нуждаются в том, чтобы проявить себя в интернет-пространстве. Я поняла, что вот, наконец-то я могу взять и помочь им. И если обратили внимание, мои фотки в инстаграме тоже стали намного круче, чем были до этого. До этого вот я как-то старалась, у меня какие-то там, как их называют на русском языке, ну, какая-то обработка делалась мною, но, конечно, ничего общего нет с тем, что я сейчас делаю. И более того, там потихонечку я свой инстаграм привожу к какому-то единому стилю, а до этого просто был продачный влог такой. Меня, в принципе, это и устраивает, потому что я, мой влог, он носит исключительно развлекательный и немного информационный характер. Но я решила тренироваться на себе для того, чтобы потом помогать всем остальным. И вот, я думаю, наверное, мужчина вот с этой целью приходил, потому что никаких любовников у меня в настоящий момент нет. Слушайте, гремит, он взял, короче, зубочистку Леночке, потому что я купила нового, он, наверное, тоже такую хочет. Сыной, Может, тебе купить машинками какую-то для мальчиков. Это, смотри, розовая для девочек эта. Хочешь такую же? Сыной. А какого цвета ты хочешь? Розовую? Синюю? Голубую? Какую? Голубую. Ленечка только теперь хорошо помой, а то он зубки чистил. Прямо вот так под краном помой. Хорошо-хорошо, ладно? Пол-одиннадцатого ночи, живу до сих пор там на террасе где-то, вот он на террасе там с мамой уже разговаривает второй час по телефону. И с одной стороны, можно было бы сказать, фу, маменькин сын очень столько по телефону с мамой разговаривает. С другой стороны, он очень тому же нашего общего сына. Уважать маму, всегда помнить о ней, всегда звонить, когда надо звонить, всегда делать, что я попрошу. Ну, правда, они делают вид, что они забывают иногда, там, про пылесосить, например, или еще что-то. Так что вот так. С одной стороны, каждую неделю по два часа на телефоне висеть, а с другой стороны, когда мне будет тоже 72 года, возможно, ты его будешь мне звонить и висеть со мной на телефоне целых два часа. Так же будет делать Леночка, вот уже два дня. А надо еще штук пять детей нарожать, тогда каждый день у меня будет чем заняться. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.